Как известно, Краснодарский край – житница России. И кубанское высокоразвитое сельскохозяйственное производство нуждается в квалифицированных специалистах. Будущих аграриев взращивают в нашем районе уже со школьной скамьи. Во время летних каникул на базе станции юных натуралистов работает летняя агрошкола. Уже не первый год на базе станции юных натуралистов Центра дополнительного образования работает летний лагерь труда и отдыха агрошкола. Учащиеся изучают агрохимию, растениеводство, земледелие, почвоведение, мелиорацию, работают на учебно-опытном участке, борются с сорняками, поливают, рыхлят почву. Словом, они не только углубленно осваивают теорию, но и на практике закрепляют материал. И здесь у нас главная цель – показать то, что сельскохозяйство – это непривычная нам работа с тяпкой в огороде, она гораздо глубже, и здесь захватывает множество профессий, особенно в современности. Сейчас сельскохозяйство захватывает в себе профессии и классические, агрономические, животноводческие, но и современные. Это огромный труд инженерный. То есть ребята, которые занимаются в агрошколе, могут быть не агрономами, но быть инженерами и создавать новые станки, трактора, селки, и всевозможный искусственный инвентарь. Современное сельское хозяйство все больше интенсифицируется. Ему нужны не только агрономы и зоотехники, но и программисты и ученые. Интерес к сельхозпроизводству, который есть у учащихся агрошколы, только укрепляется. Для этого хорошие экскурсии. У нас экскурсии предложены. Это производственный, это консервный завод, мы хотим с ребятами. Также наш приазовье, музей, ознакомиться с природой. Конечно, экскурсии в наши природные зоны, парки, для того, чтобы познакомиться с парковым растеневодством. Потому что смотреть, что растет, как защищают, и как лесополосы у нас на берегу реки, как они устроены, как они помогают. Интересно, используя для развития, проходит время в агрошколе. Увлеченные ребята очень рады, что смогли в ней участвовать. В агрошколу я пошел, потому что мне интересна агроиндустрия, и мне интересно именно вклад внести в нее. У меня дома есть огород, и я им активно занимаюсь. И чтобы узнать больше теории, и на практике научиться за ним следить. Под руководством опытных педагогов ребята осваивают тонкости земледелия. Им приятно выращивать отборные овощи. Самое главное, им очень нравится все, что связано с аграрным делом. Здесь очень интересно и весело. Нам рассказывают разные истории жизни и научные факты. Нам рассказывают о растениях, о животных, приборах, которые пользуются люди, которые профессионально занимаются садоводством. Агрошкола настолько близка одаренным старшеклассникам, что они приходят сюда год за годом, каждый раз открывают для себя что-то новое. Я уже четвертый раз в агрошколе. Мы тут общаемся, нас кормят хорошо, у нас зарядка по утрам всегда. Я с пользой провожу время, а не просто сижу дома. Мне нравится заниматься с растениями, с животными, потому что это в будущем может приносить доход какой-никакой. Это может помочь как просто подспоркой, если будет уже профессия и буду работать. Это можно использовать как дополнительное занятие. Каждый день, проведенный здесь, примечателен для учащихся новыми знаниями и небольшими открытиями. Это расширяет их кругозор. Очень помогает работа в современной лаборатории, где созданы условия для исследований. Именно здесь теория и практика дополняют друг друга. Много среди ребят любителей животных. Они могут обмениваться информацией о своих любимцах. Разве это не интересно? У нас есть замечательный живой уголок, в котором они могут на практике даже посмотреть, как ухаживать. Также мы ходим в конно-спортивную школу «Изумруд». Ребята общаются с животными там. Они очень любят всех животных, в принципе. У каждого, конечно, есть свое направление. Вот Катечка у нас письменная. Увлекается пауками. Все увлечены. Все очень любят нашу природу. Впереди у ребят напряженная и активная работа, занимательные и полезные экскурсии, углубленные занятия и участие в экологических акциях. Все они любят природу. Им нравится участвовать в такой живой и увлекательной деятельности, учиться и исследовать неизвестное. Дни, проведенные в агрошколе, очень нужны учащимся и запомнятся им надолго. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова